В те дальние давние годы, когда только что отгремела По всей стране война, появился в глухих мордовских лесах Закрытый город Кремлёв. Важную секретную задачу решали здесь отцы, мальчишейки-бальчишей. С надеждой поглядывали они на ребят. Славная нам смена растёт. И всё бы хорошо, да что-то нехорошо. Вспоминали отцы слова вождя пролетарского «Учиться, учиться и учиться». Но школы-то есть, да детских книг не хватает. А без интересных книг какая мотивация учиться? Об этом ещё в окнах роста писали. И решили отцы города, пора для мальчишей библиотеку открыть. Мы здесь задачи уникальные решаем, подумали старшие братья. Значит и детской библиотеке быть уникальной. А тем временем на главной городской площади вождь появился. «Верной дорогой идёте, товарищи!» И взглядом направление нужное указал, где библиотеку для ребят открывать. И уже на следующий день появилась в городе детская библиотека. Гоп-гоп, хорошо! И заспешили туда мальчиши-малыши, поскольку знали уже твёрдо. Чтобы эрудитом стать, должен много ты читать. Хорошая книжка, не мукулатура, развивает умственную мускулатуру. И скоро читателей в библиотеке стало, видимо-невидимо. В тесноте ютились, да не в обиде. А спустя два года бывший царский дворец превратился в книжный город для детей. Шло время. По дороге от вождя к детской библиотеке появился октябрь. А потом по соседству поселился сам Алексей Максимович Горький. Жить стало лучше. Жить стало веселее. В ту пору задачи страной решались космические. Стала она сверхдержавой. Да и детская библиотека про наказ быть уникальной не забывала. Бороздила просторы местного телевидения. Осваивала новые технологии. У малышей-мальчишей росла жажда к знаниям. Отважно бились детские библиотекари за то, чтобы каждый мальчиш в городе был читающим. Использовали в работе и слово доброе, и принуждение отеческое. Но о своих успехах молчали. Город-то секретный, и все бы хорошо. Да снова не все хорошо. Читателей-мальчишей все больше становилось. Тесно стало им в бывшем царском дворце. Запросили библиотекари у отцов города новое здание. Как услышали те просьбу, руками замахали. Идея хороша, да сил не хватает. А сами призадумались. И спустя 35 лет построили таки новую детскую библиотеку. Имя ей дали главного классика Пушкина. Как услышали новость мальчиши-малыши. Как заорут они во все голоса. Все скорее хотят в новую библиотеку. Гоп-гоп, хорошо-то как. К тому времени Кремлев в Саров переименовали. А из городских малышей новые кадры для детской библиотеки выросли. И все бы хорошо. Да опять не все хорошо. По-прежнему библиотекарям спокойно не живется. Хочется им быть наравне со всей страной. Жизнь-то на месте не стоит. О Сарове говорить стали. Да и интернет появился. Сказали тогда им отцы города. Помните, как в революционной сказке говорится? Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Мы вам все дали. Живи да работай, хорошая жизнь. А как библиотеку лучше сделать, вам самим подумать придется. И стала жизнь у библиотекарей просто космос. Кто статьи в журналы строчит, кто на конференциях выступает, кто сетевые проекты затевает. Друзей соратников со всей страны набралось. Видимо-невидимо. Гоп-гоп, хорошо. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. И опять детским библиотекарем Сарова спокойно не живется. А не замахнуться ли нам на инновационный проект? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин